Считается, что среди поморов преобладали старообрядцы. Но уже к 1917 году старообрядцы составляли меньшую часть поморского населения по конфессиональному признаку. Тем не менее, в Мизинском уезде старообрядцы проживали в деревнях Койда, Ручьи, Семжа, Кильца. Репрессии коснулись и старообрядческого, и православного населения. Но надо говорить здесь о том, что разрушению подверглась не только старообрядчество, но и сама вся православная традиция в целом. Мощный разрушительный залп атеизма был нанесен по всей этой культуре. Произошло так, что уже начиная к 30-м годам из культуры нашего общества был вытеснен фольклор и православная культура. Поэтому культура лишилась двух своих доминантов – православия и культа предков. Культ предков лежит в основе именно фольклорной картины мира. Православная традиция взаимодействовала с фольклорной и появилось такое вот явление, как народное православие. Боролись очень многие институты с народной культурой, например, устраивали официально звездины вместо крестин, там может быть комсомольское празднование Нового года, разгонялись традиционные посиделки, мечище, обрывались на них комсомольцы, начинали петь, в общем, неприличные частушки, высмеивали девушек, которые сидели, еще продолжали там с прялками находиться на этих посиделках, конечно, проходили драки. Кто церковь-то разгонял, разрушался? Так, если церковь будет, там приказ пришел откуда-то и все, тогда разрушали церковь, говорят, жгли, да, все было, да. А не было такого, что несчастье было с людьми, которые церковь-то разоряли, потом с ними несчастье происходило? Я не могу сказать, что было несчастье или не было ли этих людей, какого-то Александр Кузьмич был, так он, потом он тоже вяжен, он говорят, что русский икон Александр Кузьмич. Этот он, он, чтобы был 30 лет выходом, после это был заместителем, да все. Но он вот утонул, в реку поехал тоже зачем-то, поехал, и как-то его, вот, через свадьбу играла, потом, как-то, рулем, я его как-то шпихнула, и как-то он выпал из кербуса и потонул еще сразу. Ими героями чувствовали, они, кто, иконы, вот, иконы-то мало, думаешь, было, иконы-то, вот, выкидывали, вот, на дроба рубили, вот, какие дураки были, подлецы, и мне страшно было это, разрубить икону по планам. Так ты, что, от тебя тут моментов, отследили, докараулили, все там, чего не говорят ли, про старое время, про нового-то, нельзя так было сказать-то против-то на Богу-то ничего. Вот ты, строгость была такая, ну, столько икон ломали, столько было ценностей всяких, все разломали, все, купола снимали, эти, колокола-то, такие большущие были колокола, колокола-то было сколько? Патросамб, это, как сейчас вижу, церковь-то, говорит, тут, а у нас тут еще звоз был, ну, звозы раньше, ведь были эти, такие, так мы на звозе сидели, смотрели, это, ребят, чем-то делал, как эти купола-то спускали, патросам-то сверху-то, скатывали, ой, 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 гулять, не пугали. Потому что не наказала, кто добрый, ты знаете, боммер, кто по тому, кто как попал, кто же, тот же, тот же, тот же, Господь не простой мужик, распорядиться, и сегодня, как завтра, ну, идет времечко, много дураков по свете белому, А теперь надо восстановить, надо всю дверь достать где-то, где эти иконы взять, ну что помоли, ломали-то ведь те же, наши же ломали-то, ведь сами ломали-то, сами. Что-то власти мы не видели. Слово нельзя было против власти сказать. Мужик на Канине у нас был, в Канине, там рыбаки-то ломили, спел вечером частушку так вот, шутя, при царе, при Николашке и лежит Николашке, а теперь при социализме безуждно спать валимся. Так ведь, мужик, а-то на завтра мигом в катер пришел, да, за Канином был-то в Чижи, да, забрали, да, увезли и все с концом, больше не видали, никто и не слыхал, вот как. И продали-то ведь свои же, тут ведь посторонних-то не было, вот свои же шкуры такие продажные были. И теперь-то что умеет, мало-то же продажным-то, то же самое. С тобой говорят, тебя раскают, вот, грабят, а эти, хорошо, ты как, урожь, а вот уйдут, так, тебя к ногтям, тут же прижимают. Ой, этого хватает. Хватает, и здесь, и было, и есть, и теперь, и что-то, и теперь, все равно, все это время такое прошло. Ну, теперь все прошло, да, все хорошее время стало. Память о, собственно, самом старообрядчестве сохраняется до сих пор в деревнях, которые я называла. Например, в койде старообрядцев называют шепотниками, говорят, что они молились шепотью. Я наблюдала, что в поморских деревнях еще в 1980-е годы потомки старообрядцев не объединяли свою еду во время совместной трапезы. А жили они, хотя, может быть, в течение нескольких месяцев в танцкой избушке. Каждый питался отдельно. Местные сообщества помнят о том, что они являлись потомками старообрядцев. Например, в койде до сих пор сохранилось деление деревни на никонианцев и старообрядцев. Так они называют потомков семей старообрядцев и тех, кто исповедовал уже православную веру. Там до сих пор есть два кладбища. На одном хоронят потомков старообрядцев, на другом православных или никонианцев. Нам года два тому назад приезжали. Были маленькие. Сделали они фотографии. Они хотели, нам 50 тысяч вам отдаем. Я говорю, нет. Привези какую-то. Мы им не продаем. Наш-то не было. Брат у меня, он, конечно, выпивал. И вот он хотел ее, видимо, продать. Сняли ее, они фотографировали и привезли. Два года делали ее. Поговорили, мы нет. Мы ничего не продаем. А, они у вас забирали ее? Нет. Они привезли другую икону. Там нарисована была. Вы не отдавайте ее? Не отдавайте никому. Нет. А эта большая. Это у нас бабушки. Нашей бабушки. Еще, наверное, прабабушки. Вот. У нас еще были книжки. Еще такие книжки тоже. Эти тоже иконы. Как книжки собирались они. И складные, да? Да, складные, да. Икону продашь и сам он, говоря, что-то. Денька-то отдала мне эту икону-то продашь. Вот, а я говорю, вот здесь икона. Там икона была. Никола. И сам ушел. Почему так сильны оказались вот эти разрушительные тенденции в Архангельске или в Северном крае? Дело в том, что здесь действует несколько факторов. Во-первых, Архангельск был столицей Северного края, в состав которого входила Вологодская область Коми, часть районов современной Кировской области. Поэтому вся идеологическая нагрузка легла, конечно, на Архангельск и на близлежащую территорию. Нужно было создавать советский город, город-порт. Поэтому самый разрушительный зал паттеизма, конечно, пришелся на Архангельск и близлежащие уезды. Были разрушены практически все храмы в Архангельске. В 20 веке произошло уничтожение крестьянства и интеллигенции как класса. была создана новая советская интеллигенция, которая имела совершенно свое мировоззрение. Это была интеллигенция уже в первом поколении очень часто. И, собственно, преемственности культурной между предыдущим поколением интеллигенции не произошло. На горе стоит сосна, она меня очаровала. А на груди моей боляной голубка си заварковала. Не улетай, голубчик мой, Не спать, кидай меня сиротою. Поверь, что я болен на тобой И часто плачу за тобою. Зачем отбили у меня? Кого ждала, кого любила? Уж не вернется он назад, Судьба навек нас разлучила. Кресты очень разные. Есть поминальные, есть обетные, есть памятные, даже навигационные в коде были. Но чаще кресты ставили по обету, то есть шел в море по морде и попадал в какую-то трудную ситуацию. Вот его на льди не унесло. Вот, например, он тонет во время промысла и он дает обет, что когда он вернется, он поставит крест Бога. И он возвращается, ставит этот крест. Ну, такие, конечно, обеты были и в результате из-за болезни человека, может быть, и какой-то другой там трудной ситуации, которую пережила семья, отдельный человек. Потом кресты были, естественно, что поминальные или памятные в честь какого-то события, человека. Часовинка только была разрушена, у нас часовинка тут была. Была часовинка на Оленом носу, там была, ну, как пошли, что наущей реке была часовинка. Раньше за рекой была, за рекой вот. Зимой-то пойдут, значит, берут мой куток. В эту часовинку заходили, там Богу молилище. На море, вот пойдешь, пешком еще пойдешь, накиды, и Богу там молилище. Пойдешь, да. Вода, были тоже приметы, если там в море тоже очень уносило раньше водоцик, это вообще-то все было так, что, если мы выйдем, так крест поставили. Мы тоже наберег ставили кресты некоторые, завершались, если выйдем с моря. Ну, завершались, если долго. А чтобы ориентироваться, да, то мне? Нет, просто зависали, что крест поставим наберег. Если мы вышли с моря, могло унести даже, бывало, что уносило, и берега не хватило, чем унесет и все. Мы завершались, если мы выйдем с моря, поставим крест, если, ну, пойдут, отдают завет. Чтобы, если мы с моря выйдем, если завершались, завет если делали, то что сказать, то дело, крест. Здесь вот на девятом километре, в сторону мизения ехать, в сторону долгуселья, на девятом километре крест стоит, а там всегда останавливаешься, кто копейку положит, кто конфету, кто чего, там вот этих монет, куча. Интересно. В девятом километре, по зимнему. Это на удачу, да, считается? Да, все равно останавливаешься, такая сопочка, где большая, уже деревню видно, остановишься, всегда что-то и вперед едешь, и обратно едешь, все равно останавливаешься. В Койде есть три креста, установленных в честь, или как, в память о гибели различных судов. Одно из них это судно Каганович, которое в сорок пятом году вышло на Казанскую, как говорили, да, в море, то есть нарушило запрет. И в результате этого, считают жители, судно погибло. Вот и в память об этом событии установили крест, ну, и там еще два таких судна есть, которые в разное время тонули. Вот там стоят три креста, один-то крест, это Каганович погиб, бот такой был, в сорок пятом, восемь, они погибли. Исходи пошли, восемь, в ноябре, ну, нарвались на это, ну, в сорок. Наверное, на мину попали, наверное, сорвала, наверное, со времен войны, наверное, сорвала мину, война, еще раз после войны. И нарвались на мину, в общем, все погибли. А доску с надписью Каганович, Каганович, да, Каганович, да, вот, принесло сюда, на устье. Какие? Из Баренцухи, вот, вот, куда принесло. Поставлен крест там, так стоит там, сейчас три креста там стоят. Настоящий крест должен быть три шестьдесят в длину, три шестьдесят, три сорок, вот, от земли до этого. Это должно соответствовать росту человека. Куда родился и куда, вот здесь. А здесь должна быть на всех крестах одинаково. То, как пишет, тут вот слова, ты видишь, с сокращением. Ага. Да, да. Вот это Иисус. 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 А тут только три буквы. Иис, и твердый знак. Сын, которая тут выпропущена. Царь. Вот все больше. Вот. А у некоторых там две буквы стоят. Ну, кто как пишет. А есть еще очень интересный пример. Дело в том, что в некоторых деревнях хоронили около домов. В Кимже, например, да, Мизинского района кресты ставили на захоронениях своих предков около домов. Кладбища появились позже. Музыка Это вместе разные приметы. У вас нет такого? Никакого. Я так, как-то не доводилось с этим сталкиваться. Но все равно попроситесь куда-нибудь. Все равно проще. Все равно. Как заведено уже. Чужая изба тем более. Место такого. Хозяина. Разрешение спрощишь. Приночевать. Манаторий Александрович. Я сказал. Ушел под елку ночевать. Или Иван Тихонович какой-то черт. Кто-то рассказывал тут из них. На сосновом буру. Анатолий Александрович, ты жив? По-моему, его в ночном буру пугало. Двери распахивало, да. Не вытерпел, потом ушел под елку ничего. Или он, или Иван Тихонович. По них кто-то говорит. Сейчас же не помню. Разговор-то был такой. Обычно об этом мало говорят. Стараются. Просто помалкивают. Ну вот это вот я, если честно сказать, сам испытал. Вроде бы не активен там вот лес. На устье реки там. Мюрча, речка есть. На той стороне. Она уходит на озера. Поехали мы лошадей искать. Перед сенокосами. Обычно весной, как всех сойдет, лошадей выпускали на волю в комхоз. Ну и поехали их искать, отлавливать и лошадей. Готовились. Мы день выездили. Не хотели в лесок. День катались. И приехали в то же место потом, где у меня с головы чепчик сдернул. Ветка. В то же место приехали. Так мы ее нашли. Ну это шапку нашли. Нашли. Это бывает. Ну там такое место, оно, колодцы. Ну как вот. В Пиннике-то бывали, наверное. Там вот провал этот, извечники-то вот. Вот наподобие такого, то такие вот колодцы вот. Начинаешь кружиться. Да вот так кружишь, а у тебя в голову уже все закружится. А ориентира-то никакого нет. Лес вроде и небольшой. А все, пригибаешься, объезжаешь там, туда-сюда. И в результате ты сам, просто сам себя закружишь и все. Нам, вроде, меня до Николы имя не давали. Говорят, значит, такое было поверье. Если мальчик родится, ему не дают долго. А девочки сразу имя дают. Чтобы не умерла. А почему, интересно, мальчику сразу имя не давали? Я не знаю. Вот мне до Николы не давали имя. Домовая, считаю, что есть домовая. Да. Даже как по старому обычаю, так было, что нельзя в дому добывать последнюю мышь. Ну, а почему? Это уже хозяйка дома считается. А мы ведь как, значит, будем уничтожать всех подряд. А вот надо вот тоже разбор, говорят, иметь. Ну, там, значит, что старые обычаи были какие-то, у домового спрашиваются. Это когда? Да. Вот, скажем, особо, вот если у тебя там хлебы вот ты построил новый, скота заводишь, скажем, корову повереть там, кого ты хочешь вот в этот дом. Это, в двор, куда. В здание. Обязательно, дружон, зайти и спроси. Разрешение дедушка, домовеюшка. Вот уж как оно что, вот так вот, бывало, не бывало, бывало, на глазах, что вот есть такое, получается, у овес особо. Наевают вот такое вот, как вот, веревки бьют. Набьют вот, прямо и сено. Косички. А, и сено прямо, да, наевают. Да, красиво. И оно вот, как вот все равно, ножки и все в одно место это собьет, да. И вот это по приметам говорили старые люди, что это говорят. Домовое животное любит это. Все. Уже ей надо выселять. Резать надо. Дом построили, а потом кошку переночевал, пошли, знаете, переходили в другую жизнь. В другую жизнь сначала. Это, как раз мужиков там было, тут нас помогали приходить. В порядке. Ну, когда мужики в дом закроют, значит, дом богатый будет. Хе-хе-хе. И она, если в дом домой такую скотину, она в дом вот спрощится, чтобы домой пустил. А если у нее не спрощится, то все, в скотину же худую будет жить. Ну. А как? Умрет скотина? Замучит. А как замучить? Ну, приезд, то она сейчас мокрая. Пока я приезд в скотину, если я не забила. Сейчас мокрая, то он может мучить ее иногда. А сейчас приезжает. Вот-вот. В доме волкота, я один раз вроде ночью вышла. Он, наверное, предсказывал мне. Видела вроде как собачка маленькая. Но по гребущей делом. Я вышла и да, испугалась. Предсказывала, наверное, что вот не попросились. В доме волкота зашли. Наверное. Не попросились, мы и Галька, наверное, зашли у нового-то. Там-то? Да. Ты говорила? Ну, не знали. А бабка ведь ничего не сказала. Она забыла сказать. Да. А мы не понимали еще тоже. Как-то на свое время не гадали. Тоже было гадонько. От всех молодости была. Все гадали. Как гадали? Кто как? Какие гадания? И слушали бегали. И... А слушали под окном. На окном, на дороге бегали. На перекрестке дорог, Место перекресток дорог, а так и на перечествах трога, на перечествах, как слушали, и как же, гадали же, раку-дух, стенку нарисована такая, и когда-то так молишь ее, на блюдце, гадали. Упор сохраняется вера в народную медицину, или, ну понятно, что траволечение это отдельно, а вот какие-то обряды связаны особенно с младенчеством. Потому что ребенка нельзя показывать до 40-го дня, дальше лечение ребенка от испуга или исполоха, от грыжи, так называем, причем грыжа это любая опухоль, может быть, или боль даже в нижней части тела. Потом сохраняется вера в глаз, ну все это уже, конечно, где-то надо докапываться до этого и находить. Очень много было у нас икотников. Я-то приехал, уже и тот ушел. Икотники, которые болеют или которые... Которые болеют. Которые болеют, да? Они очень тяжело, им это, болезнь. А излечиться-то надо? Снимают. Надо снимать, который знат. Снимают икоту, но только тот, кто, видимо, знает, как она напущена, как сделана икота. И с поколения в поколение передавали, матери и дочерям передавали. В основном занимают женщины этим делом. Есть мужики, есть мужики. Из-за чего у нас вот, я сикра рассказывала, он умер когда, которую сделала ему. Пришла, были раньше полонники, иголки натыкать. Так если говорят, не передают, так тяжело. Надо, по-моему, передать, они мучаются, очень говорят. А передают кому обычно? Своим, по-моему. Скорее, в семье. Натыканы были иглы. Иголки, обычные иголки вот эти, шикевые. Значит, натыканы иглы. И в этот момент, я, значит, так сижу у порога, и плачу с тряпкой. Заходит женщина, довольно пожилая, уже такая старушка, она в виске, я знаю, что с виски она. Она ей говорит, ты чего плачешь-то, доченька? Я говорю, да вот, мать, что натыкала, какие-то иголок, все руки, говорю, вот в крови. Она, ну, она мне говорит, посадила меня так на слой, говорит, вот я тебе что скажу. Когда этот вечером, если не хочешь, чтобы к вам ходил дяденька чужой, да, ты вечером, значит, когда она затопит печку, печку только истопит, выйдет на крыльцо, ты в это время встань и перевяжи веревочку, которая, значит, на ножке стола, перевяжу в обратную сторону, перемотай его. И говорит, он ходить не будет. Я надолго понять не могла, почему к ней мужчина не ходил. А она как только бумаги наложит, затопит, трубу откроет, просвистит, я вот в это время перевяжу. А вот сначала я пока не знала, это точно, только истопит печку, не пройдет полчаса, он приведет. Вот какие были все-таки привороты, вот такие присушивания у нас называли. В порог надо было. В порог иголки. И так, чтобы, значит, значит, хочется, чтобы этот не действовал, этот, и огонь не действовал, надо, чтобы, скорее, забило пылью или песком. Так я специально песок с улицы принесила, и все песком засыпала в порожек. А маме так и не сказали? Нет, не сказали. Бабушка у меня такая была. И вот они бывало со своим хозяином-то щену ставили. Ну, тогда ведь грабил, не кучилками, не грабилками, а все вручную. То стойкой, то горбушкой. Ну, они сходили на щену косят, себе щену ставили. Тогда еще молода была бабушка-то. Ну, вот и пришли сквозь быту. Это в палатку-то, вот свою в полок, как у нас называется. И Надь была поужинать, ну, цеголи покушать. Но она, бабушка-то, утворила шуку соленую. И вот они поели, вот мы с ним, с хозяином-то. И ночью-то, я, говорит, захотела пить. И взяла. Холодной-то воды нету. Столики-то те-то делали у нас, а то делают. Значит, ну, косо поедешь, так бывало. Ну, я, говорит, в чайнике вода, говорит, я, говорит, сустовато схватила тарелку. И в лодку побежала, да тарелку-то зачерпнула и напилась. Пришла, говорит, я к нему в полок. И меня, говорит, так, я немножко полежала, говорит, и так замучила. И это она, эти икотики, она выпила. В тарелку-то зачерпнула и выпила. Так меня, говорит, хозяин, вот повез утром-то домой. Так меня, говорит, столько мучили. А я, говорю, баба, они, что-то у тебя хотели-то вкусно или нет? Она, говорит, какое же девка вкусно. Никакое не вкусно. А вот хлеб, знаете, забущает хлеб. Так, говорит, жрут, так только пыль идет из вот тата. Вот я говорю, баба, хочешь, вкус могут, а не хотели. Ну, вот так и жила. Война стала. Она уж это царо стала. Ну, я как-то... Папа-то у нас с сестрой уехали на озеро, на колхоз. Ну, от колхоза рыбу ловили. Они уехали на озеро. А мама-то опять с братом. Я-то бригадиром была в колхозе, то шоссе отработала. Мама-то опять с братом-то уехали. Эта речка есть, тёлша у нас. Да почелся себе рыбу ловить. Ну, это в войну уж. Ну, я пришла, увредилася. Курову подуила, тюленка напоила, овец напоила. И, на, гони, у нас на пастбищу гоняют там. Это бывало-то гоняли. Я пришла, самувар сугрела. Самувар, туда было не плитки, да не чайники. Ой, как жили. Сугрела самуварчик, поставила на стол и мне начать идти на работу. Я бригадиром была в колхозе, а то пять годов. Или шесть-трих. Но, я говорю, баба, я вижу, что ей мучат. Я говорю, баба, садись чай пить, я налью. Она, нет, девушка, я не хочу. Я говорю, как не хочешь, я ведь идут надолго. Ты ведь есть захочешь, а я ведь долго, может, не приду. Она ничего мне не сказала. Лежит. Лежит и говорит. Вот он. Девушка. Я говорю, что, все, говорю. Говорит, у тебя убили родимого-то вратенка. Это войну, война уж была. Я говорю, какого? Да твоего-любимого-то Мишу-то. Я говорю, баба, ты ли совсем чокнулась. Никакая-никакая не чокнулась девушка. Убили, убили у тебя родимого-братенка. Ну, я записала сегодня, скажем, пятое число. Баба говорила, что в пятого числа убили Мишу. И ведь похоронна пришла, вот того числа убили. Глазил, говорят, и гимнам-гимнам переходят. Да, может, спушена была. Это икота-то, породы-то. Акона зачерпнула, да и выпила из-то. Вот. Вот такая бабушка-то была у нас. А когда помирать-то стала, так я говорю, мама, ты вот прой трубу. Они, мало ли, вылетят, да хоть в трубу вылетят. Вот какие болезни раньше были. Я тоже слышала это, что, мол, трубу, когда человек помирает, да кто же начал открывать трубу. Лешего видали, того, ну, кто, а, бляха, умерла бабушка-то эта. Она все рассказывала, говорит, выше елок, ну, этот, вот, огромный, громадный, выше елок. И, в общем, она ходила возле деревни, не могла выйти, по-моему, не пять лет часов. Лутала. Возле самой деревни, там один перелесточек перейти, наверное, 150 метров. И вот она не могла никак через этот перелесточек перейти. Он ей показался? Нет, он, она куда не пойдет, куда она, как правильно пойдет, он там встанет, в том месте. Она от него уходила. Она от него опять убегала. Опять будет направляться-то выходить правильно, то он опять появлялся. Тут, вот, красно пришло, красно поди, вело пришло, вело поди. Старому хозяину, на курить напятую, и ретику, и ретите. Старой колдунице, старая колдуница, колдуй. Своими уроками, своими незгодами, чтобы у нас, у нашей рабои Божьей, коровушки, там, как зовут, вулькали, вулькали. Не болела, не шипела, не отрыгивала. Не отрыгивала. Сламбурь вода, в дучке вода. Не отрыгалась. Слышки вода, в белянских коровских свалих, и вся деда. Вот. Пу-пу-пу. Народная культура, которой я занимаюсь, очень тесно еще связана и с православной культурой. Они объединились, и возникло такое явление, как народное православие. Церковные праздники адаптировались к народной культуре, или наоборот, народная культура была, иногда адаптировалась под православную. Поэтому очень многие церковные праздники получили народное наполнение. Ну, дело в том, что, поскольку вот такое явление, как существует народное православие, то меня интересовала, безусловно, и православная культура, и религиозная культура, потому что крестьянин жил внутри этой культуры. И все эти процессы, которые произошли в 20 веке, тесно очень связаны. Ну, и что такое 20 век? 20 век – это, конечно, ломка традиций, это, я бы сказала, ломка исторической культурной памяти, создания новой совершенно культуры. Все эти процессы в Архангельской области, так же, как и по всей стране, активно начинают происходить в 20-е годы. Это в уходе, когда начинно, теперь говорят, начинно-то уже давно празднуют. И опять кончатку, да, опять кончинно празднуют, тоже ходят табунами, пьют. Празднули тоже укуго-чего, тогда хоть как-то еще вроде вина-то не было много-то, а брожину как утворили, брагу. А пекли, может, хлеб какой-то специальный? Хлеб какой-нибудь пекли в Петрова в день специальный? Пекли? Да пироги, шаньки дома пекешь. Все. Что такое съезжий праздник? Вот праздник именно какой-то деревни, да, он учреждался по названию церкви или престола, который имелся в деревне. Может быть, в одной деревне Ильинская церковь, да, и будет Ильин день уже съезжим праздником. В другой деревне церковь Петра и Павла, соответственно, Петров день 12 июля, если мы берем новый стиль, будет праздником. Но если есть престолы какие-то, там, может быть, Алексея Человека Божьего или Засима и Саватия, то уже эти праздники будут престольными или съезжими. И на съезжий праздник съезжаются жители всех близлежащих деревень, то есть родственники. И поэтому родственники останавливаются у родственников. Съезжий праздник проходит в течение нескольких дней иногда. Трех дней может проходить. В дальнейшем, я повторяю, что начинается распадение вот этих родовых связей, укорачивается память, утрачивается она и сознательно сужается. Я наблюдаю в съезжие праздники, например, многие, созданные совершенно искусственно, без знания культуры, истории поселения. Материал берется откуда-то совершенно из других традиций, книг, совершенно искусственно создается, а при этом утрачивается собственная культура. В этой деревне может жить очень известный исполнитель Белин, а о нем никто не говорит, не знает. А я знаю. И меня удивляет, почему здесь говорят какие-то сказки вообще книжного происхождения, а свои собственные сказки, записанные в этой деревне, они не хотят знать, хотя они опубликованы в книгах. Была профессия из бач или культмассовый работник, его по-разному называли везде, культмассовик. Вместо церковных праздников были введены советские плыль до дня, Парижской коммуны. Кстати, до сих пор, например, до 1991 года существовал колхоз имени Парижской коммуны. Например, да, это вот, кстати говоря, о праздниках. Почему Парижская коммуна? Потому что был учрежден такой календарь тогда. И поэтому все смешалось. И вот эти церковные праздники, и советские праздники. Кстати, вот такая очень сильная ломка происходила еще вплоть до 40-х годов. Неизвестно, что во время войны еще. Была жива память там о Рождестве, о Пасхе, например. И отмечались эти праздники, а не, например, не 7 ноября и 1 мая. Попытка заменить праздник, например, бородной или борода, кашей еще его называли праздником сбора урожая или праздником урожая. Потому что, собственно, культура-то не может исчезнуть окончательно. Она должна была как-то трансформироваться. Ну и, соответственно, кое-где продолжали варить кашу, так же, как во время этого обряда. Кое-где еще вносили последний сноб. И ставили его даже в красный уголок. Но постепенно забыли. Период 20 века – это период дезинтеграции из семей. Если наши предки знали свою родословную вплоть до седьмого колена, то в 20 веке эти знания утрачиваются. Люди меняют фамилии, бегут из деревень, переезжают на другое место. Родственники перестают общаться друг с другом и скрывают свое социальное происхождение. Объясняется это тем, что начинаются репрессии, преследования, то есть священнослужителей, купечества, дворянства. Потом появляется такое вот уже выражение «враг народа». Соответственно, все, кто попадают в это поле взаимодействия с врагом народа, репрессированным, тоже начинают невольно дистанцироваться от него. То, что происходит со студентами в экспедициях, я хочу сказать, нужно назвать изменением сознания. Едут они в экспедицию просто как бы интересно, значит, очень увлекательно, то есть им кажется вот так, да, это может быть какое-то приключение. И когда они встречаются с реальными людьми, они слышат реально в человеческих судьбах, когда люди говорят с ними, они видят их гостеприимство, видят культуру, они буквально становятся другими людьми. И они говорят, мы бы хотели сохранить во многом вот ту чистоту, может быть, отношений, искренность, открытость в городе, которую мы видели в селе, вот именно общаясь со старшим, тем поколением, которое очень много испытало, то в городе уже не получается это сохранить. Но потом очень многие меня благодарили, говорили о том, что я открыла для них вот ту страну жизни, о которой они даже не подозревали, и что они во многом были бы, может быть, другими людьми, если бы не побывали в экспедиции. Но это, конечно, от деревни как бы у них открылось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова